МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошлой неделе вы работали в Москве, встречаясь с вице-премьерами правительства России Дмитрием Казаком и Аркадемом Дворковичем. Каковы итоги? С вице-премьерами правительства в основном обсуждали, каким образом, в какой форме реализовать те поручения главы государства, которые были даны по нашим обращениям в ходе встречи, которая была в декабре, с президентом России, с Аркадием Владимировичем Дворковичем, как председателем организационного комитета по подготовке Красноярской универсиады, обсудили, как подготовить постановление правительства Российской Федерации, чтобы можно было в нем отразить все объемы финансирования, все объекты, которые необходимо построить и реконструировать к универсиаде, поскольку федеральное правительство, правительство России, с учетом резко изменившихся условий, неопределенности цен на нефть, что серьезно влияет на доходы бюджета, перешли, как вы знаете, на однолетний бюджет, а все объекты универсиады надо строить несколько лет, они все большие, и нам очень важно было иметь юридический документ, потому что мы как раз сейчас завершаем прохождение проектной документации экспертизы, и нам нужно объявлять уже конкурсные процедуры, и здесь должны быть юридические основания для того, что объект будет профинансирован не только в 2016 году, но и в 2017, и в 2018, поскольку у нас большинство объектов рассчитаны на финансирование в течение трех лет, а бюджет пока Российской Федерации принят только на 2016 год, на 2016 году все эти средства есть, но вот я доложил об этом президенту России, и он поручил правительству вот такой документ подготовить и сдать, поэтому мы привезли в Москву приложение уже к этому документу, где все объекты, все средства расписаны и по федеральному, и по региональному бюджету, и есть здесь полное понимание, как раз вот сегодня на аппаратном совещании я уже там давал поручение во взаимодействии с аппаратом, вице-премьера, уже в ближайшие дни буквально подготовить этот документ. Ну, говорили с Аркадем Владимировичем и о программе Красноярского экономического форума, он тоже здесь является председателем организационного комитета, программа в основном сформирована. С Дмитрием Николаевичем Казаком обсудили тоже поручение, которое сделал президент России, там, я напомню, два вопроса находятся в сфере, в зоне ответственности Дмитрия Николаевича. Одно письмо касалось выделения дополнительных средств на расселение аварийного и ветхого жилья в городе Красноярске, чтобы нам выйти за рамки программы и произвести снос некоторых домов, которые на начало 12-го года еще не были в перечне аварийных. Но город большой, и город готовит принять универсиаду, поэтому обсудили. И, в общем, несмотря на то, что сейчас уменьшается федеральный бюджет, все-таки нам обещают, что будет выделено дополнительные специальные субсидии. Не буду сейчас говорить, сколько это средств, но это серьезные средства, которые, надеюсь, что будут. В всяком случае, конечно, это очень непростая задача, поскольку бюджет 16-го года утвержден все-таки в несколько иных ценовых параметрах на нефть, чем сейчас мы имеем в реальности. Поэтому есть задача сейчас какие-то расходы либо перенести, либо сократить в федеральном бюджете. Но, тем не менее, это настолько ответственная и важная задача, что я думаю, что здесь мы получим поддержку. Ну и тоже там обсудили, как силами и компании «Норильский никель» и бюджетом поддержать процесс переселения граждан из Норильска и Таймыра. У нас там программа действует с 2011 года. Переговорили с президентом компании «Норильский никель». В общем, Владимир Олегович Патанин подтвердил готовность компании продолжать финансировать эту программу, а с будущего года, наверное, сможем найти бюджетные возможности. Вот в основном эти вопросы обсудили с Дмитрием Николаевичем, поэтому сейчас уже работаем над завершением реализации этих поручений президента и надеюсь, что край получит дополнительную финансовую поддержку. Ну вот, как раз о финансовой поддержке. В понедельник, 11-го числа, вы выступали перед членами правительства, членами администрации Красноярского края, перед депутатами ЗАГСа в Иране, где рассказывали о задачах на 2016-й год. Это ваше второе выступление, первое было в 2015-м году. Но вот там как раз в выступлении, и даже, кстати, на встрече с президентом в том числе, вы сказали, такая основная мысль была, на мой взгляд, это то, что мы теперь должны рассчитывать на свои силы, край, а не на помощь федерации, не извне. А в чем у нас есть резервы? Откуда у нас силы? Ну, знаете, так на самом деле было исторически предопределено. Край все-таки настолько богат и промышленным комплексом, и ресурсными возможностями, и кадрами, специалистами, что у региона есть очень большие возможности для дальнейшего роста экономики. И за счет этого повышение налоговой отдачи, повышение доходов бюджета. Да, были периоды, когда бурное промышленное развитие края предполагало большое федеральное финансирование и на развитие инфраструктуры, на социальные отдельные объекты. Сейчас, конечно, мы тоже не отказываемся от помощи везде, где можно. То есть вот эта вставка на свобственные стилы не та, что вставка с федерацией, да? Нет, мы, конечно, стараемся использовать все возможности участия в федеральных целевых программах. Вот универсиады – это же общий проект, конечно. Мы здесь просим федерального финансирования, и вот сейчас на строительство объектов нам потребуется, там, ну, по нашим пока еще, может быть, не окончательным расчетам, но все-таки где-то там порядка 50 миллиардов. Вот думаю, что порядка 37-38 миллиардов – это будут средства федерального бюджета. Большая часть, около 80 процентов, будет финансировать федеральный бюджет. Но в то же время для нас очень важно ускорить решение задач по развитию инфраструктуры, транспортной, в первую очередь, дороги, авиационные сообщения, аэродромы. Для нас очень важно укрепление социальной сферы, новые медицинские центры, новые школы, объекты культуры. Качество жизни в крае должно быть заметно выше. Мы должны так изменить ситуацию, чтобы для всех была очевидна привлекательность жизни и работы в нашем крае, чтобы никто не думал там после окончания школы, университета уехать куда-то. Здесь будет большой выбор работы, здесь будет большой выбор занятий наукой, исследованиями, инновационной работой и деятельностью, творческой деятельностью. Но все это предполагает очень большие вложения в бюджетных ресурсах, в социальную и коммунальную инфраструктуру, а эти средства нужно заработать. Поэтому резервы, они очень большие. Мы наращиваем производство практически во всех отраслях. Я уже не раз говорил, что в крае нет таких сфер, где бы мы были, ну что ли, на пике развития. У нас будет расти добыча нефти и газа, у нас будет расти добыча золота и всех рудных материалов, у нас будет повышаться объем обогащения и качество обогащения всех рудных материалов. Растет производство алюминия, новые мощности вот в Багучанском районе введены, они только будут наращиваться. Наращивается производство электрической энергии, новые мощности вводятся на наших ГРЭС. Растет производство продукции лесопереработки, переработки сельскохозяйственной продукции. Новые производства открыты в высокотехнологичном, наукоемком промышленном секторе. Это и производство спутниковых систем, это производство нового топлива для атомных станций на горно-химическом комбинате в Железногорске. Это целый ряд новых видов продукции машиностроительного комплекса для гособорон нужд, для выполнения гособоронзаказа, да и для рыночного сегмента. Поэтому, если в этом году мы решали в основном задачу не потерять объемы, мы ставили задачу не допустить снижения объемов, то на 2016 год мы ставим задачу уже обеспечить прирост производства и достаточно заметный прирост, который даст и повышение налоговой отдачи. Вообще, вот, кстати, было очень много дискуссий на Гайдаровском форуме, как сбалансировать бюджет. И очень многие говорили о сокращении расходов, раз нет доходов, раз низкие цены, неблагоприятная комбинатура, давайте снизим расходы. Принципиально с этим не согласен. Выступал на некоторых секциях Гайдаровского форума, говорил, ну нет возможности сегодня у российских регионов снизить объемы бюджетных расходов. Да, нужно повышать эффективность бюджетных расходов, получать больше отдачи, больше результата с вложенных средств, чтобы... Ну, а как, например? Ну, таких способов много. Ну, например, сделали, там, максимально оптимизировали какие-то за счет большей эффективности, большей производительности, лучше сделали штатные расписания, штатные нагрузки, высвобождающийся фонд зарплаты, направили на повышение зарплаты. Зарплату надо повышать? Надо. А бюджетных ресурсов извне нет. Значит, нужно посмотреть, от каких функций можно отказаться, что можно перегруппировать, структурно обновить и получить дополнительный рост зарплаты за счет вот таких структурных изменений. Стали, условно говорю, там, меньше оплачивать коммунальные услуги, там, где-то установили приборы учета, где-то установили системы, обеспечивающие меньше расходов. Ну, сейчас есть такие системы там, которые очень точно коррелируют с наружными температурами, день, ночь. То есть искать, искать, искать. Здесь сэкономили, но, опять же, не забрать эти расходы, а ставить их у организации, у предприятий, чтобы за счет этих высвобождающихся средств можно было купить новое оборудование, новую мебель. Потребности в этом очень серьезные. Провести дополнительные ремонты. То есть я говорил о том, что не всегда эффективность бюджетных расходов не означает, что их можно и нужно сократить. Нужно получить с них большего эффекта. Но сокращать бюджетные расходы, это значит сдерживать рост качества жизни, тормозить развитие во всем. А это невозможно сделать. Ведь рост вот тех доходов, о которых мы с вами говорим, он получается только за счет роста экономики. Рост экономики не может быть без высокой мотивации специалистов. Не может быть без хорошего образования. Не может быть без качественного здравоохранения. Не может быть без хороших дорог, без хорошего жилья. То есть все это связано. Поэтому говорить о сбалансированности бюджета можно только за счет роста экономики, за счет этого роста доходов бюджета, но не сокращения расходов. Это понятно, что трудно воспринимается. И мои коллеги не все здесь легко воспринимают и реализуют. И конечно, когда я об этом говорю в Москве, это тоже иногда вызывает. Ну где же? Ну доходы же уменьшились. Надо сразу уменьшить расходы. Да нет, нужно поработать. И я вижу очень много резервов роста доходов бюджета, роста экономики. Просто этим нужно заниматься сегодня с некоторым обновлением подходов. С некоторой новой, если хотите, постановкой задач. Просто пока экономика росла за счет внутренних собственных резервов, все это было более спокойно. Сейчас, когда ситуация стала сложнее, напряженнее, нужно включить дополнительные механизмы, дополнительные инструменты, чтобы этот рост обеспечить. Александр Ильич, ну как раз вы заговорили о теме, которые я хотел с вами обсудить. Во время выступления неоднократно говорили, что должна поменяться такая система управления. Даже вот два слова рядышком поставили, которые в принципе не у всех рядом встают. Это вот чиновник и творчество. Не все как бы вот эти два слова могут поставить рядом. Вот все-таки, а что должно измениться на ваш взгляд? Ну, во-первых, я думаю, что творчество должно присутствовать в любой человеческой деятельности. То есть, журналиста, врача, учителя, ученого, рабочего, инженера. Почему же вы чиновников лишаете такой возможности? Я не знаю. Ну, хорошо. Во-вторых, все-таки это ведь было сказано несколько в ином контексте. Я не просто говорил о какой-то философии творческой. Я говорил о том, что не может быть хорошего результата, не может быть успеха, если мы находимся в своем сознании, в парадигме, в привычке исполнять. Вот нам сказали, что сделать, мы делаем. Вот мне поручено, я сделаю. Вот эта психология исполнителя, она, конечно, тоже нужна, но она недостаточна для того, чтобы получить хороший результат. Я призывал в этом обращении к, ну, некоторой, что ли, изменению отхода от привычного, обычного, принятого, от вот этой психологии исполнителя к ответственности свободе. К свободе, которая порождает ответственность. Я глубоко убежден, что если перед чиновником ставить большие задачи, если чиновнику дать больше самостоятельности и свободы, у него возникает дополнительная ответственность и дополнительная мотивация. Вот это мне было очень важно. Я говорил, что если мы будем только исполнять то, что вот уже там, ну, годами раньше делали, быть, жить в такой, в обычной, привычной такой ситуации, то результатов качественных не будет. Поэтому вот здесь мне нужно такое, ну, что ли, самостоятельное понимание задач, самостоятельное чувство ответственности, и тогда любой управленец, любой чиновник, как мы говорим, он даст более качественный результат. Вы же понимаете, как выстроена система, то с другой стороны? Ведь всегда есть страх совершить ошибку, а за ошибку, извините, вы по голове не погладите ни одного чиновника. Вот насколько вы согласны дать возможность допускать ошибки, вот, творя? Ведь, допустим, у меня, я могу ошибаться, мне позволено, например, так творческое решение. На самом деле, никогда за такие, что ли, может быть, не совсем точные, эффективные решения никогда не ругаю. Для меня самое плохое – это равнодушие. Для меня самое плохое, но мне же никто вот не поручал непосредственно вот это сделать, я и не сделал. От меня никто не, там, не требовал вот к такому-то сроку что-то сделать, я и не сделал. Это не совсем вписывается в мои должностные инструкции и обязанности, я этого не делаю. Вот это самое плохое. Мне гораздо проще, я даже называл в этом обращении, вносите предложение общего характера, что не только входит в твои должностные обязанности, но ты же управленец, ты же творческий человек. Ты видишь, вот тут в этом направлении что-то не так происходит, не такие решения принимаем. Вот тут где-то идет пробуксовка или медлительность. Ты вноси предложение, ты будь активным. Еще раз говорю, я вот хорошо помню себя начинающим чиновником, я включался в самые разные... А ревность... Как говорится, лез туда, куда и не звали. Брался за то, что... Бывало иногда, бывало, и было иногда непонимание вроде, а что тебе больше всех надо? Вот вы хорошо знаете. Мы же не просили, это там какой-то анализ, а я все равно шел, я все равно считал обязательным, и тут уже передо мной не было выбора, делать так или не делать. Это было уже как-то вот привито в процессе образования, в процессе жизни, в процессе воспитания. Это, конечно, с этим не рождаешься, это не всегда свойство характера, но это легко передается, это легко усваивается. Вот мне и важно передать этот импульс, энергетический такой посыл, дать всем своим коллегам, что не бойтесь самостоятельно принимать решения. Более того, считайте это очень важным, что мы нуждаемся в самых разных взглядах на ту или иную проблему, что невозможно принимать решения эффективные из одного центра. Нельзя, если там генерируют решения единицы, а тысячи исполняют, так не получится. Решения должны принимать многие люди. Я еще призываю и к общественности обращаться за решениями, чтобы не только чиновник был активней, а чтобы чиновник был более коммуникабелен, более открытым, чтобы чиновник опирался на общественное мнение, чиновник обращался к экспертам, чиновник обращался к общественности в выработке тех или иных решений, чтобы как раз мы были в каких-то сомнениях. Я говорил, что нельзя быть уверенным, что мы лучше других, лучше всех знаем, как развивать край, как решать те или иные управленческие задачи, но нужно искать, нужно творить. Нельзя жить чиновнику от А до Я, вот от сих до сих нельзя. Нужно быть все время в поиске нового, в стремлении повысить эффективность нашей работы. Виктор Александрович, мы с вами заговорили о качестве жизни, о 2016 году, но ведь у нас скоро будет Красноярский экономический форум. И вот что интересно, тема Красноярского экономического форума на этот год – «Россия. Стратегия 2030 года». Вот сейчас, скажем так, не самые простые времена для российской экономики, а что есть возможность прогнозировать, как мы будем жить в 2030 году? Может быть, стоило все-таки концентрироваться на 2016 году больше? Ну, на самом деле, конечно, сейчас есть очень много такого пессимизма. Зачем вроде, как в условиях такой неопределенности формировать стратегию, концепцию, прогноз долгосрочный? Давайте подождем более стабильного времени. Но на самом деле, в моем понимании, это означает, что если мы будем ждать, то мы хуже решим задачи 2016 года. Я убежден, что вообще процесс текущего, процесс того, что происходит сегодня, и то, что должно быть завтра и послезавтра, это все очень связано. Мне кажется, более правильным и более эффективным, если управленцы, люди, принимающие решения сегодня, они максимально точно представляют картину будущего. То есть надо быть стратегом. К чему мы должны стремиться? Вот если картинка этого будущего видна, тогда мы точнее принимаем решения сегодня. При этом Красноярский край завершает работу над стратегией, пока еще в России обсуждают, когда это лучше делать, в какие сроки, с какими подходами. Мы завершаем эту работу, и я не ставлю задачу очень точно, конкретно прописать в 30-м году, сколько мы добываем нефти, производим алюминия, перерабатываем мясо, зерна. Это все придет. Важно увидеть новое качество. Вот нельзя переложить на 20 лет вперед, например, те проблемы, которые сегодня мы решаем. Другая будет жизнь. И когда я не вижу понимания этого в своих коллегах, я всегда обращаю, ну хорошо, вы не верите, что можно увидеть картинку 30-го года, вы открутите время назад. Вот вы вспомните, что было, ну, например, в 95-м году. Вот мы сейчас только с вами сейчас раз и вспомним, вот, 90-е годы. Наверное, многого ведь так сейчас есть того, что в 90-х годах трудно было представить. Но, тем не менее, такие изменения произошли. То есть нельзя сказать, что 2015-й год – это, ну, какая-то эволюция 95-го. Нет. Изменилось все. Изменились технологии, изменилось общество. Ведь в 95-м году не было никакого такого информационного общества, которое… Но социальных сетей не было, да. Которое сейчас… Не только социальных сетей. В 95-м году еще и интернет-то почти не было. Еще мобильная связь была. Почти, ну, чуть-чуть, только начиналось. Ну, хорошо, ну, возьмем конец 80-х годов, никто в России мобильного телефона не видел. Телевидение-то появилось-то в середине прошлого века всего. А сейчас у нас сотни каналов, сегодня что-то смотрят в телефоне, что-то смотрят на планшете, что-то смотрят… Ну, другая совершенно ситуация. И так происходит равно. Образ жизни стал другим. Так вот и 30-й год, он будет иным. Он должен вот давать нам возможность о чем-то помечтать. Где-то даже пофантазировать. Но нельзя развиваться, нельзя принимать правильные решения сегодня, не понимая, какого состояния, какого качества мы хотим добиться в будущем. Поэтому мне кажется, что стратегирование, стратегический план – обязательное условие качественного управления в любой момент времени. Другое дело, что это должна быть целая система стратегических документов. Должен быть очень долговременный такой стратегия, прогноз. Должны быть более конкретные среднесрочные планы. Нужно научиться увязывать отраслевые стратегии с региональными, территориальными. Вот у нас 20 последних лет практически не было привязки отраслевых стратегий к территориям. Пространственной представления экономики России не было. Вот принималась стратегия развития транспорта. Да, там какие-то объекты были привязаны к территории, но в то же время общей идеологии развития транспортных систем для каждого региона большой страны не было. И также там энергетическая стратегия, там стратегия развития каких-то других сфер, они были сугубо отраслевыми, а территории были исключены из этого процесса. Поэтому для нас очень важно увязать эти сферы. Дальше нельзя быть эффективными, если только сохранять и развивать структуру, не меняя ее. Мы же говорим с вами, что нам для Краснодарского края очень важно такой качественный скачок сферы науки, образования, культуры, чтобы среда изменилась. Какие-то регионы должны наоборот добавить что-то в производственно-экономической сфере. Поэтому, еще раз говорю, у меня нет сомнений, у меня нет вопроса, заниматься сейчас стратегией или не заниматься. Заниматься. И потому мы действительно, как-то так, без особых сомнений, предложили главной темой Красноярского экономического форума – это понимание будущего, видение будущего, стратегию на будущее развитие. Притом, когда мы об этом сказали впервые, где-то там в конце, ну где-то в октябре-ноябре прошлого года, это тоже вызывало такое недоумение, непонимание. И я очень рад, что вот сейчас Гайдаровский форум в январе, там тоже стратегия, как главная тема, взгляд в будущее. То есть мы не сговаривались, мы не коммуницировали здесь, а видно тоже ученые, специалисты, практики пришли к пониманию того, что нельзя сегодня принять эффективные решения, если вот этого видения будущего у нас нет, или оно очень расплывчато, очень абстрактно. Еще один вопрос, который не могу им задать. Эта тема была актуальна, это неделя, экология. Вы в своем выступлении тоже эту тему затрагивали. Есть ли какие-то пути решения экологических проблем в крае, в Красноярске в частности, на ваш взгляд? У Красноярска есть свои особенности, есть свои дополнительные трудности. Вот я своим коллегам часто говорю, что обычно в крупном городе, в миллионном городе, обычно две группы экологических рисков и экологических загрязнений атмосферы. Это транспорт, потому что в большом городе вся транспорта очень много, и транспортные движения организуются трудно. Машины стоят на светофорах, стоят на перекрестках. Пробки опять-таки, да. Трудные парковки, у нас холодный климат, двигатель работает. И второе для большого города, это всегда энергетика. Эти два составляющих тоже сложнее, чем в том же Новосибирске. Красноярский поуже улицы, он город с большей историей. Новосибирск молодой город, ему там сто лет с небольшим, там сразу дороги строились широкими, и транспортных пробок чуть меньше. Меньше транспортный поток дает загрязнение. Энергетика там на газе природном, у нас природного газа нет, у нас даже, мы на каменном угле почти не работаем, работаем на буром угле, выбросов много от энергетики. Плюс к этому в Красноярске есть еще третья составляющая, чего уже сейчас в большинстве крупных городов нет. Это выбросы от сложных больших промышленных комплексов. Для Красноярска это алюминиевый завод, это цементный завод, еще ряд предприятий. Обычно крупные городомиллионники уже от такой промышленности либо избавились, либо ее никогда, может быть, и не было. Поэтому, конечно, для нашего региона, для нашего города эти проблемы сложнее, тяжелее объективно решаются. Поэтому мы должны энергичнее прикладывать усилия, поэтому у нас специальная программа оздоровления выбросов промышленных и алюминиевый завод вкладывает ежегодно очень серьезные средства в то, чтобы изменить технологию. И мы видим, что это возможно. Вот уже Багучанский завод впитал новые технологии, которые сейчас будут внедряться на Красноярском заводе, которые серьезно уменьшают выбросы при электролизе алюминия. Безусловно, очень важно, что мы находимся в понимании, что Красноярску нельзя больше нагружать себя промышленными какими-то производствами, которые имеют экологически вредные последствия, санитарно-защитные зоны. И красноярцы очень серьезно проявили такой настрой, такую же позицию, когда не допустили ферросплавный завод. И это большой плюс, что это сознание не только ученых, специалистов, это сознание населения нашего города. И мы эту позицию полностью поддерживаем. И, конечно, мы стараемся очень серьезно изменить ситуацию большой энергетики. Сейчас там ставится дополнительное оборудование по улавливанию выбросов, а в перспективе в 7-8 лет это природный газ для крупных теплоисточников. И тут тоже я очень удивился, когда приехал в Край, увидел, что в Край не планируется газификация, что и федеральное правительство посчитало, что раз у нас много бурого угля, то и не надо этим заниматься. Как не надо. Не может современная нормальная жизнь быть без природного газа. Поэтому сейчас завершается схема газификации. Глава государства сразу поддержал еще. Помните, летом 2014 года я обращался к президенту России и было поручение сделать эту программу. Без газификации крупных ТЭЦ нам не обойтись. И это предстоит делать. И время здесь не так много пройдет. Мы активно стараемся развить транспортную инфраструктуру, чтобы разгрузить город. Меньше было пробок. И это тоже и новые развязки, и новые магистрали, новый мост. Это и более правильная идеология с движением транспорта в центре города. Да, красноярцы во многом недоверчиво восприняли решение о парковках, об ограничении въезда в центр города, о перехватывающих парковках. Но к этому все равно придем. Поэтому есть специальная программа. Вот сейчас я поручил в 2016 году внести в нее коррективы. Программа принималась, по-моему, в 2012 году. Сейчас она уже требует обновления. Да, все знают, все производственники знают, что требования к экологии будут самые жесткие. Никаких больше компромиссов. Это нужно для экономики. Это нужно для производства. Больше не будет. Экология – абсолютный приоритет. Экологические требования, а не выше всего. И для этого тоже есть возможности научно-технического прогресса сделать так, что промышленность становится экологически безопасной. Тоже всегда я вот в таких дискуссиях привожу пример маленькой Европы. Вы что думаете, в Европе не делается алюминий? Делается. Что в Европе нет производства тепла? Не работают крупные станции? Работают. Что в Европе нет ферросплавных заводов? Есть и ферросплавные заводы, и гораздо более сложные. И атомная промышленность, и всякое. Но экологические требования настолько жесткие, настолько высокие, что население не страдает от этого. И население очень чутко, внимательно за этим следит. И экологические требования давно возведены в абсолют, и мы должны действовать так же, потому что вот то, ну, в определенной мере ошибочная идеология, что деятельность там людей, человека, будущее развитие на благо страны, государства, а не на благо человека, это неправильно. Все во имя человека. И экология – это то, что необходимо для того, чтобы люди жили здоровыми, жили долго, жили, сохраняя дееспособность полную. Поэтому эта задача безусловно приоритетная. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам. Я желаю всем всего самого доброго и крепкого-крепкого здоровья. Мы беседовали с губернатором Краснодарского края Виктором Толоконским. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин